ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я хочу, чтобы мы провели съемку с вами, Ярослав. Приехала в Москву специально с более конкретными материалами, как и просили меня когда-то. И надеюсь, что сейчас будем работать. Наталья Борисовна. Да. Скажите, пожалуйста, я позавчера брал интервью у Андрея Петровича Девятого. Так. Вот. И задал им вопрос, а возможно ли такая модель построения общества, государства, природы, построения, на базе которого мы можем создать игру, в которой выигрывают все. И Андрей Петрович Девятов сказал, что невозможно сделать вечный день. После дня приходит ночь, после ночи опять день. Чередуется. Невозможно сделать хорошо всем. И тогда, получается, не имеет смысла стремиться к некому высшему идеальному абсолюту. Как вы считаете, вы как ученые, возможно ли конструкция к делу? Не только возможно, но и необходимо. Обязательно необходимо. И такие попытки в истории человечества были. Да, противостояние всегда есть. Есть много заблуждающихся, соблазненных ошибочными, погибельными разными вещами. Но, безусловно, вот именно в России были интересные попытки. И обязательно их надо, несмотря на то, что, в общем, не очень-то хотят многие их обсуждать. Потому что мы сейчас поверили и идем за моделью такой глобальной, где нас хотят осчастливить против нашей воли. И надо обязательно говорить об этом, что есть такая обязательно. И, кстати, не мною сказано, что внутри нас есть некое такое царство, которое и есть модель сообщества, где каждому свое ради блага всем. С чего мы и начали эти передачи. И мы должны говорить об этом, несмотря на то, что много клеветы или много незнания по этому поводу. Но так устроена жизнь. И мы должны об этом говорить и сопротивляться тому, что это невозможно. Другое дело, что и у нас в России созрел ряд утопических моделей, таких опять, которые в главном содержат утопии. А утопия всегда кончается кроваво и очень болезненно для народов. Да, а что мы, в свою очередь? Я выступал на конференции «Будущее России. Обращение к молодежи. Чем увлечь молодежь?» Образом пленительной мечты. Образ будущего. И Девятов говорит о необходимости создания и формирования музея будущего. А с художественной точки зрения это нарисовать этот образ будущего, как устроен мир. Но Девятов сразу же говорит, что а для чего мы туда ведем человечество? И что там будем делать? Что задача развивать интеллект. Что решив абсолютно все материально-технические, бытовые задачи, углубиться в понимание природы человека, природы мозга и осознать, что через нас и происходит проявление пространства? Вот я на это могу ответить, может быть, немножко другим привлечением других вещей. И скажу, что довольно уважаемый, авторитетный наш нынешний профессор Черниговская, например, специалист по интеллекту и так далее. Мы можем убедиться, насколько глубоко интересны все исследования в этой области, о которой она говорит. Но при этом она, сравнивая с искусственным интеллектом, допускает одно заблуждение, я бы сказала, невнимание одно. То есть отстраненность от частотно-волновой сферы, которая присутствует обязательно в работе любого телесного мозга. И академик Бехтерева наша когда-то провела эксперименты и доказала, что все связи внутри мозга способны в доли секунды перестраиваться под влиянием длинноволновых излучений, частотно-волновых. Вот это парадокс такой колоссальный. И все свойства, которые связаны с радиофизическими, грубо говоря, это все не русские слова, а по-русски частотно-волновыми, резонансами, излучениями, они почему-то упорно отделяются от изучения телесных связей, вещественных связей. И даже энергетические связи отделяются от излучательных и резонансных. Это опасно, потому что эти существуют. Явления известны из древле. И мы не имеем права, когда решаем глобальные вопросы, а сейчас нам приходится их решать, потому что в большой опасности. Может быть, мало кто это хорошо ощущает или знает. Мы должны, обязательно должны решать эти вопросы. Соединение вот этих всех явлений. Так, Наталья Борисовна, что по женскому движению? Я озвучил, что Девятов говорит о необходимости абсурда и парадоксальности мышления. Вот в условиях современной политической системы видится, что первое лицо уйдет председателем госсовета, и выборы президента это будет полный абсурд. И вот до полного абсурда в каждом регионе по своему собственному кандидату в президенты под единой планетарной программой. И согласно действующему законодательству в России, инициативные группы состоят из 500 человек. Вот. И как мы с вами обсуждали, что предложить обществу, что в эту инициативную группу входят только женщины. Они формируют образ будущего, выступают заказчицами для своих будущих детей, потомков, ну, по женской линии продолжательницами рода. Да, вот в любом случае в настоящее время в России особо опасно отсутствие самостоятельного, равночестного, не равноправного, а равночестного голоса женского. Это все равно, что засушить половину мозга, женскую половину, и решать все мужской половиной. Это в руководстве. А из-под валь есть сопротивление обратное, где, так сказать, матриархат вот формирует просто опасное тоже разрушение для России. Они оба, и патриархат, и матриархат, это больные состояния человека, государства и так далее. И поэтому предлагаю, предлагаю, не свое, опять же, а восстановить древнее русское купное право на выборах. И оно означает со-вето, до единогласия. То есть у нас эта проба была, она хорошо показала себя, но потом была уничтожена, ну, парализована, так скажем. И вот это право введу каждого до принятия единогласного решения, которое в ООН было внесено после войны, или во время войны, ну, после войны практически. И оно позволило самые опасные моменты отодвинуть. Вот выборы, мы уже убедились на выборах Трампа, и сейчас есть подтверждение мощное, что вот выборы на большинство и меньшинство – это позор, это абсурд, это игра, не стоящая, это опасная игра. Вот у нас есть такая практика, и можно предложить такое. Алло? Да-да-да, как практически это реализовать? Ну, с советской системой – это слово нам знакомо, просто уже его первородный смысл пропал давно. Но организовать тем, что мы признаем, что подошли к абсурду в выборной системе, особенно оборудованной цифровыми системами, где очень легко, я вам как бывший айтишник могу сказать, очень легко куда влезть и направить расчеты, как показали расчеты Трампа сейчас, это интересно очень, и показать, как вот все это работает неправильно, и предложить вот именно это. И поскольку это не ново, наш человек в России, я думаю, первый возьмется за это, и в том числе мы победим вот это устранение, разъединение женского и мужского начала во всех, на всех уровнях устройства нашего государства. Государство – это мы. Это не государство и народ, а это мы. И там есть государственная власть, есть народ, трудящийся в жизни на необходимом во всем, а есть прокладка бюрократическая, против которой вообще все вроде бы против, которая является основой и коррупции, и так далее, потому что она всегда с двойным дном применения любого закона. Что нужны? Нужны женские лидеры-активисты в регионах? Как вы видите построение этой структуры? Мне кажется, исходя из моего личного опыта, как женщины-ученого, довольно дипломированного и пристанного, и как вот собрать именно такие кадры по всем регионам, собрать женщин-ученых, которые бы участвовали в руководстве этого движения, с примыкающими к ним согласными и тоже участвующими учеными-мужчинами. И мы уже такой костяк собираем, примыкают, охотно примыкают такие. В основном, конечно, это технари, потому что фундаменталисты-теоретики, они как бы примыкают к глобалистам, к мировым, ну, не российским, вот так скажем, мягко выражаясь, которые вот больше держатся мировоззрения. Ну что, нужен программный документ, нужен текст? Значит, я вижу... Да, у нас готов такой текст, у нас мы подготовили такой текст, как обращение общественно-политического движения женщин за преодоление матриархата и патриархата с примыкающими мужчинами. Под руководством женщин-ученых и примыкающих ученых-мужчин. Мы подготовили, и я надеюсь, Ярослав, что мы с вами сделаем, по крайней мере, уже первую съемку. Она уже идет. Наталья Борисовна, первая съемка, фиксация. Сейчас я подключил к беседе своих друзей, товарищей, соратников. То есть фактически мы с вами уже в публичном общественном поле это озвучили. На видео я это записал. После того, как мы завершим беседу, я это выложу в сеть, и десятки, сотни, тысячи людей это послушают. И будут ждать... И будут ждать доменное имя, куда зайти, чтобы прочитать документ, цель, задача. То есть будут ждать оформленного сайта. Ну а первичную информацию можно будет разместить в соцсетях, на персональных страницах. И этот текст уже тиражировать, если этот текст есть. Великолепно. Вы, как всегда, впереди паровоза. Нет, современные средства просто технологичные. Идеально. Идеально. Наш с вами сейчас разговор, вот эту беседу и съемку нужно было выводить еще в прямой эфир. Но просто сложности, что это я в домашнем формате все произвожу. Поэтому достаточно того, что на видео фиксируется, и в записи люди послушают. Фотография там, наверное, у вас моя есть какая-то. Меня представляют. А вот звук. Мы великолепны. Вы хорошо организовали все вопросы. Мне удалось хорошо, наверное, я надеюсь, хорошо ответить. Понятно. Коротко. И, соответственно, что, ваш номер? Как с вами связаться? Потому что люди слушают, понимают, что мозговым центром и организатором, координатором являетесь вы. Я в большей степени здесь выступаю в роли, ну, фиксатора связи с широкой общественностью. Спасибо. Шлюз. Такой же. Выполняю роль шлюза и некого заказчика по научному обоснованию возможности и нужности перехода цивилизации вот в эпоху изобилия. Наши телефоны перегружены почему-то еще рекламными всякими штуками. Поэтому я предлагаю через WhatsApp обращаться ко мне и с коротким с коротким сообщением через WhatsApp по телефону, по телефону, на котором существует мой WhatsApp. Это 8, ну, плюс 7, 910, 864, 65, 84. Так, возможно у Дениса, у Михаила есть вопросы? Одну минутку с соседним. Ну, он не слышал нашего разговора, поэтому я не знаю. Ну, в общем, ключевой момент, Наталья Борисовна, я фиксирую, что одни эксперты в обществе считают, что невозможно сделать всем хорошо. считается это утопией. А существуют модельные представления, что это возможно, нужно, и есть предложения, И российские, советско-российские ученые, исследователи сформировали текст и представляют его обществу на обсуждение и поддержку. Да-да-да. Хорошо. Да. Да. Я хочу, чтобы вы мне еще перезвонили. Вне камеры? Да, вне камеры. Когда мы встретимся? Когда мы встретимся? Вот когда мы встретимся? Я должна еще переговорить с Дростовым и вот относительно этого и первой встречи еще по тому, как мы сейчас говорили, можно сегодня. Сегодня с Дростовым или без Дростового? Это я должна с Дростовым переговорить каждый раз. Вот приходится ему дозваниваться. Да. Так, но вы сейчас будете перезванивать ему через какое-то время? Да. Все? Добро. Я тогда сейчас материалы... Я тогда этот сюжет выкладываю в сеть, а позже мы с вами созвонимся, когда я к вам подъеду. Великолепно. Да. Все будет... Ну, если у ребят вопросов нету, то тогда стоп снято. Спасибо. 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 До свидания. Я просто... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!